здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел вам предложить еще один вариант схемы широтно-импульсного регулятора частоты вращения компьютерного вентилятора но также любого маломощного электродвигателя на постоянный ток в предыдущем видео я предлагал вариант на биополярных транзисторах а именно на схеме обычного асимметричного мультивибратора эта же схема собрана у меня на микросхеме таймера 555 работа которой мне даже понравилась больше чем от предыдущей схемы хотя по сути принцип практически один и тот же но напомню что существует несколько способов регуляции оборотов электродвигателя постоянного тока а именно это вот самый простой вариант регулирования величиной силы тока эта схема имеет значительные недостатки а именно плохую линейность управления и еще с понижением тока ухудшается крутящий момент простыми словами говоря вращающая сила ну и лишняя энергия как бы расходуется в никуда просто в нагрев вторым вариантом это регулирование через увеличение или уменьшение напряжения которое подается на вентилятор или электродвигатель в таких схемах линейность получше будет все равно она как бы не совсем идеальная лишняя энергия расходуется в тепло также она это схема не экономная в тех двигателя где есть обмотка возбуждения один из способов то регулирование магнитного потока но данный способ крайне неэффективный поскольку там также не совсем хорошая характеристика но и наиболее лучший способ от регуляции скорости вращения это вот через широтно-импульсную модуляцию управление шириной импульса который подается на двигатель но на рисунке тут можно видеть сам этот принцип то есть когда мы подаем на двигателю такие небольшие импульсы у которых ширина маленькая обороты двигателя будут небольшие когда же мы увеличиваем ширину этих импульсов получается что у вас тайный ток но и небольшие вот эти промежутки отсутствия напряжения которые после сглаживания вот этим конденсатором уже как бы становится практически незначительной тут если есть такие перепадики они небольшие практически постоянный ток на вот этот вид это соответствует вот это минимальным оборотам то есть когда ширина импульса маленькая но и после усреднения после от фильтрации конденсатора вот что-то похожее будет амплитуда уменьшится понизится обороты электродвигателя но в этом случае амплитуда напряжения больше ну и будет соответствовать максимальным оборотам данная схема собрана на пятьсот пятьдесят пятом таймере в предыдущих видео я уже рассказывал про эту микросхему которая очень популярная и имеет широкую область применения то есть на ней можно очень много как устройств собирать ну среди которых вот этот шим-регулятор вкратце про эту микросхему можно сказать что несмотря на то что она была изобретена аж в 1971 году но насколько имеет хорошую структуру что позволяет создавать на ее базе огромное количество различных систем различного назначения но если вкратце говорить про этот таймер то он имеет питание это первая ножка минус восьмая ножка это плюс питаться может от четырех с половиной до 16 вольт ну максимальная 18 третья ножка это у нас выход и максимально то который с нее выходит это до 200 миллиампер вторая ножка это запуск то есть когда на нее поступает напряжение величиной от 0 до 1 3 от величины питания эта микросхема запускается когда же напряжение относительно минуса и 6 ножки она же у нас называется порогом и когда это пороговое напряжение дойдет до величины двух третьих от напряжения питания микросхема сработает и переключить внутри свои контакты и 7 ножка то разряд и когда таймер сработает на 7 ножки у нас появляется минус питания четвертая ножка у нас принудительная остановка а то есть если на нее будет подаваться напряжение в прежде этот стартующий импульс который подавался на вторую ножку то 4 ножка может отключиться вести опять микросхему в другой режим работы пятая ножка это управление напряжением. Если частота на выходе у нас управляется РЦ цепочкой, то есть вот этим конденсатором и сопротивлением R2, то при постоянных значениях этого сопротивления и этого конденсатора при изменении напряжения на пятой ножке у нас также будет частота меняться на выходе. Когда она не используется, то ставится обычно конденсатор примерно 0,1 микрофарад. Ну и как создаются сами импульсы на выходе прямоугольной формы. У нас стоит РЦ цепочка, конденсатор и резистор переменный или постоянный. И при подаче напряжения постепенно начинает конденсатор заряжаться. Это как бы является стартовым напряжением для таймера. На нем увеличивается напряжение и когда это напряжение доходит до порогового, двух третьих от напряжения питания, которое на шестую ножку подается, как видно у нас вторая и шестая, то есть запуск и порог соединены. Ну и при достижении этого порогового напряжения на конденсаторе микросхема срабатывает и высокий уровень сменяется низким уровнем. То есть высокий уровень это вот это, ну а низкий уровень это отсутствие напряжения. Ну а что касается конкретно вот этой схемы шим-регулятора, то работает она также вот. Создаются эти импульсы конденсатором и резистором, но при этом у нас еще добавлены диоды, которые подключены разным направлениям. Ну и когда у нас импульс высокого уровня и когда идет процесс заряда конденсатора, то питающий плюс поступает через R1, через вот этот диод, который в данный момент имеет прямое подключение, ну и через сопротивление, ну и которое будет на каком-то своем месте на резисторе и уже на конденсатор. Когда же дойдет до порога на шестой ножке, микросхема сработает, здесь на седьмой появится минус и вот этот минус уже будет идти через этот диод. Ну и так же будет через резистор и на конденсатор. В этом случае конденсатор уже начнет разряжаться. А пока конденсатор разряжается, у нас будет низкий уровень. Но когда напряжение дойдет до величины уже запуска, опять произойдет включение таймера, вторая ножка его запустит, ну и цикл повторится заново. Тем самым у нас как бы происходит генерация вот этих прямоугольных импульсов. Ну а регулированием вот этого ползунка на переменном резисторе и будет нам регулировать вот ширину этих импульсов. Ну и таким образом получается регулирование частоты вращения вентилятором или электродвигателем. Поскольку схема достаточно точная и имеет внутри более сложную конструкцию, чем обычный мультивибратор симметричный, то и получается на выходе получать более ровные прямоугольники, что конечно является плюсом для хорошей работы схемы. Ну и частоту и скважность можно регулировать в широких пределах. Ну а вот эти импульсы уже выходя с третьей ножки, тут стоит только ограничительный небольшой резистор на 510 Ом, который дальше идет на базу, он же базоэмиттерный переход управляющий. И при высоком уровне этих импульсов транзистор открывается, ну и тем самым усиливая ток, который уже проходит через вентилятор сам, ну или электродвигатель. Параллельно вентилятору обязательно ставится диод защитный, который убирает индукцию, которая возникает на катушках вентилятора или электродвигателя. Ну и тем самым не вводя дополнительные помехи на саму схему. Ну и вот этот конденсатор, который сглаживает вот эти самые импульсы. Схема будет и без него работать, но при этом вентилятор издает такой малоприятный звук. Когда же мы ставим конденсатор, этот высокочастотный звук пропадает, но вентилятор работает в более мягком режиме. Именно для этой схемы я поставил 22 микрофарада. Поскольку этот транзистор имеет максимальный ток к электронаметровому переходу до 3 А, то и вентилятор сюда можно подключать диод с величиной потребляемого тока в этих пределах. Защитный диод, как и вот эти два, я поставил самые обычные серии 1N4007. Этот резистор 1 кОм, переменный резистор 50 кОм, конденсаторы С2 и С3 по 0,1 мкФ. Данная схема имеет много плюсов, а именно у нее достаточно плавная регулировка от минимальных до максимальных оборотов, достаточно высокий угловой момент, вращающая сила и также она имеет высокую экономность. Лишнего от блока питания не берем, наберем лишь нужные кусочки, вот эти импульсы, которые используем. Если выбирать вот среди вот этих мной представленных схем, то вот этот вариант считаю самым лучшим. Ну а теперь давайте включу и покажу, как работает. Итак, вольтметр, который я подключу параллельно вентилятору, чтобы видеть, какое напряжение на нем в данный момент присутствует при работе. И вот при минимальных оборотах на нем напряжение 3,3 В. Ну и постепенно начинаем менять ширину импульса. увеличивается напряжение, ну и, соответственно, повышаются обороты электродвигателя. Как я уже сказал, управление достаточно плавное и мягкое. Так что советую собирать именно вот эту схему. Причем по стоимости, ну, сами детали понятно, что возможно у вас свои есть, а если их покупать, то они достаточно дешево стоят. Ну и микросхема. Этот таймер 555, он копеечный, там буквально обойдется в несколько рублей всего лишь. Причем, если передумаете его использовать в этой схеме, то найдется много других схем, где его можно применить. Ну а на этом и все. Кому было полезное и интересное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока.